Всем привет, с вами сегодня снова я Виктория Крокус, сегодня я буду распаковывать большую посылку с канцелярией с Алиэкспресс. Такого видео у меня не было, наверное, где-то месяцев пять, и я решила, что мне уже нужна какая-то новая канцелярия, попробовать новинки. И хочу сразу сказать, что внутри в основном всякая винтажная канцелярия, которую я заказывала для оформления моего личного дневника, так как я купила себе новый блокнот, когда отдыхала в Израиле, то я решила вести в таком стиле мой новый личный дневник, который недавно начала, буквально три дня назад, и вот как раз посылочка подоспела вовремя. Все ссылки на товары, как всегда, будут внизу в описании у этого продавца, я заказываю уже, наверное, мы с ним сколько сотрудничаем, года четыре или больше. И посылка каждый раз приходит все быстрее и быстрее, в этот раз она мне дошла вообще за две недели, все упаковано в пупырку, ничего у меня тут не помнется, не порвется. Я уже вижу красивые майндлайнеры, если честно, у меня их дома вообще очень мало осталось, потому что все, что у меня было, я отправила посылкой в страну к мужу. И вообще это такие цвета, которых у меня еще не было. В наборе пять цветов, они оригинальные, сразу говорю, я их проверяла, с теми майндлайнерами, которые я заказывала из Японии, они идентичны. Откроем, а, тут даже вот написано, open. И нежные оттенки весенние. С одной стороны долото, а с другой стороны фломастер. Раз уж мы начали с пишущих принадлежностей, давайте я их сразу вам все покажу. Было немного. Ну, цвет текстовый делитель мне однозначно нравится, я такое люблю. Тут, смотрите, как красиво украшена какая-то собачка. И просто две ручки. Снимем защиту, я вам покажу. Очень мягко пишет, а это три пасты в одной, синяя, черная и красная. Следующая вещь посылки, это блокнот, который я заказала на подарок, черного цвета, строгий, я бы сказала. Там были разные цвета, не только черные, на резиночке. Выглядит аутентично. И внутри немножко пахнет китаем, внутри неленованные листки кремово-молочного цвета, также есть крафтовые странички. И сзади кармашек, куда можно вставить инстакс фотографии и положить какие-то мелочи. Тоже прям приятно так сделано, как под натуральную кожу. Наклейки, которые выполнены в стиле сургучной печати. Да, очень лень это делать сургучную печать, но вот такие вот наклейки, они уже готовые. Стоили они что-то около 100 рублей. Конверты, можно оформить подарочки или просто украсить что-то дома. Были цвета разные, мне вот жемчужно-розовый понравился. И еще точно такие же, только в бежевом стиле, нежные. Большой набор из 30 скотчей. Не знаю, зачем я его заказала, скотчей-то у меня много. Но дело в том, что они все какие-то разношерстные в основном. И мне хотелось что-то в коробочке, чтобы я могла открыть и сочетать их вместе. Посмотрите, какие красивые цвета. Там, конечно, были наборы абсолютно разные, но мне почему-то вот эти вот понравились больше всего. Они такие в зелено-голубых оттенках, тоже на весну очень будет красиво. Сверху вообще очень много таких светлых, нежных. Не знаю, сколько тут в намотке, но так когда беру, мне кажется, метра три, наверное, если сзади не написано. Нет, мне много не надо. Сейчас и склеила, и все, на весну. Потом уже вот эти можно, конечно, и на зиму будет использовать. Не помню, сколько стоил, мне кажется, где-то рублей 700. И вот уже пошла винтажная канцелярия для моего нового LD. Он у меня в коричнево-сером стиле, так что эти скотчи сюда идеально подойдут. Так, то же самое, около двух метров. Что написано? Два метра. У меня уже глазомер на такие вещи. Это я заказала для сургучных печатей. Опять я уже их заказываю, наверное, в пятый раз и думаю, что я буду пользоваться. В этот раз я заказала прям целый набор для того, чтобы делать сургучную печать. То есть вот эту вот ложечку, где можно расплавлять сургуч. Сюда нужно вставлять свечку маленькую, и сургуч расплавляется. Потом несколько пакетиков с этим воском. Я решила взять коричнево-серый. Он по 200 рублей вот в коробочках. И вот в таких пакетиках по 100 голубые. Как вы видите, у меня какая-то уже повернута на этом. Весь набор для того, чтобы этим заниматься, стоил около 1000 рублей. Так, насадка с буковкой В. Первая буква моего имени, конечно, понятно. И еще вот такая. С луной. Просто красивая. Ручка, на которую сюда можно вот посадить. Эти штучки. Так. Их можно менять, они съемные, докупать. Там зимние, осенние, весенние. Я когда узнала, была в восторге. Раньше, когда я свой первый набор заказывала, у меня она уже была припаяна к ручке. Ее нельзя было так легко отсоединять. Но тяжеленькая, я бы сказала. Мне будет сложно это увезти. Следующее, что у меня тут есть. Это, по-моему, набор с печатками. Сейчас посмотрим. А, да, посмотрите, какая красивая. Тоже винтажная. Лошадь и карета. Вроде бы сделана хорошо. Не знаю, надо проверить будет. Там таких прям очень много было в таком стиле. Я выбрала та, которая мне понравилась больше всего. Это то же самое. Тоже штемпельная печатка. Просто девушка в платье. Были разные девушки, разные платья. Один большой скотч. У меня такой же есть осенний, с кленовыми листочками. А это летний. Они всегда кладут две наклеечки. Просто посмотрите, какая красота. Тут и виноград, и персики, и яблочки. Конечно, потом, когда я уже начну, так скажем, это отрывать, там еще будут другие фрукты, клубнички. Прикольный скотч. 100 рублей, по-моему, такой стоит. Это винтажные картинки. У меня есть в розовом и фиолетовом оттенке, а это в бежевом. Своему опыту я знаю, что такие вещи всегда нужны. Часто ими пользуюсь. Просто сверху, даже когда клеишь какую-то фотографию на нее, смотрится уже намного красивее. Вдохновляюсь я, кстати, на свой новый LD в Пинтересте. Пенал. Не помню, почему я его заказала. Мне кажется, у меня таких пеналов много. Я вроде бы хотела какой-то двойной. Большой пенал, который складывается в очень маленький и ничего не весит. Внутри он в клеточку. Можно, наверное, будет использовать его как двухсторонний. Я думаю. А с этой стороны он сделан под кожу. И тут просто тряпочка. Коричнево-желтый цвет. Можно еще сделать ручку. Ручку от зебры. Давно хотела вот эту вот, которая в одном корпусе, несколько цветов. Интересно, как она пишет. Давайте проверим. Пока она пишет оранжевым. Ну, кстати, пишет как-то с трудом. Не знаю. Может быть, нужно расписать. И потом должна писать зеленым. Посмотрим. Это фирма Зебра, Сараса. Мне эти ручки нравятся. Недорогой набор с наклейками бабочки в лесу. Почему-то захотелось мне именно с желтыми бабочками. Но там были разные. Ну, есть, конечно, повторяющиеся. Они на прозрачной основе. Ну, и дальше всякие мелочи для дневника. Типа эстетичных картинок. Только в большом формате. Такие можно тоже на фон клеить. Или как-то их красиво рвать. Сделано под газетные вырезки. С текстом. Очень-очень красиво. Тоже какие-то картинки. Не помню, чтобы я такое заказывала, если честно. Может быть, да. Ну, вот такие мне нравятся. Ой, с тыквами. Да, наверное, я из-за тыковок заказала. Потому что я обожаю тыквы. И авокадо тут есть. Окей. Но вот эти зеленые мне не особо нравятся. Наборчик с наклейками «Маленький принц». Такие с золотыми буквами. Три листа. Ну, они дешевые были. Что-то 80 рублей. Я поэтому и взяла. Тут получается три конверта. С олененком и подсолнухами. Наклеечки. И бумага. Для того, чтобы писать письма. Она какая-то мятая, помялась. Мне это не очень нравится. Стоило недорого. Вот. Это было все. В этот раз я брала прям то, что мне нужно. То, что мне необходимо для моего дневника. И решила не брать уже все подряд, как я раньше брала. Для того, чтобы просто попробовать. С вами была я, Виктория Крокус. Встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok